Прошло ровно полгода, как я использую AirPods Pro. Да, я прям-таки побежал за наушниками в первые дни продаж, и в этом ролике расскажу о всех плюсах и минусах модели. Несмотря на то, что я считаю AirPods Pro лучшими наушниками для экосистемы Apple, минусов у них предостаточно. Меня зовут Костя, вы на канале iLaunch, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы этого еще не сделали. Когда только представили самые первые AirPods, это был прорыв в мире беспроводных наушников. Они подкупали не качеством звука, а простотой и фишками, на которые остальные производители ставку не делали. Для экосистемы Apple просто нет наушников лучше, и это факт. Но была у AirPods проблема, маленькая такая, которая перекочевала и во вторую версию. Не во всех ушах они держались. И вот спустя два с половиной года Apple показывает AirPods Pro в формате затычек, которые должны подойти куда большему количеству пользователей. Но так ли это? Наверное, да. Я часто видел восторженные отзывы о том, что новинка наконец-то подошла, у меня не было проблем со стандартными AirPods, а вот с затычками слушать музыку не так приятно. Особенность моего уха такова, что резиновые насадки начинают давить спустя примерно час прослушивания, поэтому я рекомендую померить AirPods Pro перед покупкой и убедиться, что вам комфортно. Я советую сначала посмотреть наш обзор моделей, где мы рассказали о них подробно, а уже потом возвращаться к опыту использования. Ссылка на ролик в описании. Что касается внешнего вида, наушники стали короче. Управление воспроизведением осуществляется не с помощью постукиваний, а с помощью сжатия душек. В них разместили сенсоры Force Touch, точно такие же, как в экране Apple Watch или трекпаде MacBook. Одно сдавливание – это пауза, два сдавливания – новый трек, а три – предыдущий. Зажали и удерживайте – переключение режима шумоподавления. А как запустить Siri? Все достаточно просто. Нужно сказать заветную фразу, которая начинается со слова «Привет». Все так же в наушниках есть сенсоры, отвечающие за запуск и прекращение воспроизведения, если вы достаете или, соответственно, вставляете наушники в уши. Кейс не изменился, стал только больше. Есть беспроводная зарядка и зарядка через разъем Lightning. Что приятно, в комплекте идет провод с USB Type-C на конце, который подходит для новых адаптеров, идущих в комплекте с iPhone 11 Pro или iPad Pro. Да, новость приятная для владельцев этих устройств и владельцев MacBook 2016 года и новее, а вот если ничего с разъемом USB Type-C у вас нет, придется докупать блок отдельно. Еще одна проблема, с которой могут столкнуться владельцы AirPods Pro – крепление для насадок. Apple не была бы Apple, если бы не придумала свой тип крепления. В комплекте идет три размера насадок, а вот если вы случайно потеряли – сочувствую. Найти их действительно сложно, это проблема. Буквально несколько назад они поступили в свободную продажу и должны появиться уже во всех магазинах техники Apple, но все это происходит не так быстро, как хотелось бы. Что за звуком? Он отличный, точно такой же, как в обычных AirPods, но за счет насадок из силикона создается вакуум и звучат они лучше. Да, вы можете возразить, сказать, что звук в наушниках так себе, особенно за 250 долларов, сколько за них просит Apple на официальном сайте, но на деле же он замечательный, поскольку создавался для всех. Бывают наушники для поп-музыки, бывают для вокала, а AirPods подходит для всего, но лучше всего в них звучит средний, то есть голос. AirPods Pro хватает для всего, есть запас громкости, особенно в режиме шумоподавления, может только микрофоны поругать, звук действительно отстойный, собеседник слышит вас не очень. Что с шумоподавлением? С ним все тоже замечательно, в метро, например, слышен прибывающий поезд, но если включить музыку на процентов так 50, а то и выше, все, ничего не прибывает уже, можно только зрительно понять, что пора садиться в поезд. Да, какие-то шумы все равно будут просачиваться, но это есть в абсолютно любых наушниках такого типа. Хотите серьезную звукоизоляцию и шумоподавление, покупайте полноразмерные мониторные наушники. Ходят слухи, что уже осенью Apple такие представит, так что ждем. Всего доступны два режима шумоподавления, прозрачность и, собственно, шумоподавление. Также можно использовать наушники без какого-либо режима, при этом создается пассивное шумоподавление из-за их форм-фактора. Что такое режим прозрачность? Если говорить просто, наушники транслируют звук вокруг, и кажется, что никаких наушников в ушах нет. Если в обычный AirPods посторонние звуки вокруг доносятся из-за того, что ничего плотно не прилегает к ушам, то в данном случае задействованы микрофоны. Если вам нужно поговорить, и вы не хотите снимать наушники, включайте режим прозрачности, но только не забудьте, что они у вас все еще в ушах, и их потом нужно достать. О каких проблемах я говорил в самом начале. Про звук сказал, он не лучший, но целенаправленно создался таким, и рассчитан на большинство. С режимами никаких проблем. А вот с прошивкой наушников, да, одна большая проблема. Изначально, когда наушники поступили в продажу, никаких проблем с шумоподавлением не было. Это была прошивка 2B584. Спустя время прилетело обновление, которое устанавливается автоматически, и вы никак не можете на это повлиять. Это была прошивка 2B588. Шумоподавление стало хуже, звук чуточку лучше. Но, как оказалось, пользователям особенно важно шумоподавление, а не звук гарнитуры. Некоторые пользователи были настолько недовольны новой прошивкой, что относили наушники в сервис и просили это починить. Но откатиться на предыдущую версию не представляется возможным. Что же происходит дальше? Apple выпускает еще одну прошивку 2C54, которая окончательно ломает шумоподавление у тех, у кого проблем не наблюдалось. Проблему признали, прошивку отозвали, ее нельзя больше установить на новые наушники. Но последняя версия, которая доступна, 2B588. А как мы разобрались, там тоже не все так гладко. И возникает вопрос, а почему просто не вернуть самую первую прошивку, где все было нормально, звук только был хуже. Загадка, на которую ответа нет. К сожалению, я тот счастливчик, чьи наушники обновились до самой нестабильной прошивки 2C54, и мне пришлось заменить их на новые по гарантии. Все сделали быстро, без проблем, к сервису никаких вопросов. Вернули мне абсолютно новые наушники на прошивке 2B588. Они работают стабильно, но иногда во время воспроизведения музыки с шумоподавлением появляется треск. Про шерсиформа оказалось, что это проблема, и это гарантийный случай, то есть я могу их просто поменять, но сделаю это чуточку позже. Небольшая вставочка. Ролик был практически опубликован, но Apple выпустила обновление, которое, как мне кажется, исправило все актуальные проблемы, о которых я говорил до этого. И улучшен был звук. Возможно, мне просто кажется, но многие пользователи также указывают на заметные улучшения. В режиме прозрачности стало меньше белого шума, а шумоподавление перестало сильно давить на уши. В общем, продолжаем тестирование, но пока все нравится. Подходит ли AirPods Pro для работы с видео? Есть ли задержка? Да, она есть, но она не такая огромная, как была в самой первой версии AirPods. Тут стабильно хорошо. Не лучший показатель среди беспроводных наушников на рынке, но и не худший. В остальном это все те же полюбившиеся многими наушники, которые автоматически подключаются к устройству, как только вы их достали и вставили в уши. То же самое происходит и с паузой. Шумоподавление вообще одно из лучших на рынке. Перемь работы не отличается от заявленного Apple. До 4,5 часов воспроизведения на одном заряде с шумоподавлением и до 24 часов с подзарядкой в кейсе. Посоветую ли я их к покупке? Безусловно, но не посоветую покупать копию, сравнение с которой также есть на нашем канале. Это другие наушники, и на них обращать внимание не стоит. Что касается аксессуаров, тут изобилие чехлов, зарядов, наклеек. Обязательно подготовим ролик про лучшие чехлы для AirPods Pro. На этом все. Вы смотрели ролик на канале iLaunch. Меня зовут Костя. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok